Истец Ирина Киселёва Истец Ирина Киселёва Истец Ирина Киселва 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 После чего ответчик приехал И начала меня обвинять Что это я Заразила Машеньку Что я плохо к ней относилась Что халатно вела себя По отношению к Машеньке Вот Причем она мне при всем персонале Чем заразили-то? Ну она начала болеть У нее грыжа открылась у Машеньки При всем персонале гостиницы Она начала меня оскорблять Унижать Дала мне пощечину То есть Очень унизила меня Перед всеми людьми Естественно я ей высказала Свое мнение И сказала Что больше работать у них Я не хочу То есть Когда я нанималась У меня был один график Шесть через Пять через два Один просто Получается я 24 часа в сутки Я находилась с ребенком Вот И попросила свою заработную плату На что ответчик мне сказала По приезду в Москву Она мне все вернет Деньги выплатит То есть Все вернет Вот Мы приехали в Москву Я пришла К ответчику домой Чтобы она мне Забрать свои вещи И чтобы она вернула мне деньги Заработную плату Она выбросила мои вещи На лестничную площадку Вот И никаких денег мне не отдала Поэтому вот Я обращаюсь в суд Чтобы вернуть Свою заработную плату Я понял вас Ну Что скажете Могу объяснить вам данную ситуацию Начнем с того Что при заключении Трудового договора Мы действительно Обратились в агентство Агентство нам предоставило Няню С определенной характеристикой Да мы выбирали Мы выбрали няню Да На протяжении двух месяцев Пока няня работала Здесь в Москве Никаких претензий С нашей стороны К ней не было Человек добросовестно относился Еще раз повторюсь Конечно Мы уходили на корпоративку Естественно Мы за это доплачивали И с мужем Я имею свой бизнес Фитнес-клуб Понимаете Бизнес есть бизнес Мы и наняли няню Для того Чтобы няня Несла определенную ответственность В отношении ухода за ребенком Далее Ваша честь Мы предложили ей действительно Поездку во Вьетнам Дело в том Что по соглашению По трудовому договору У няни заработная оплата Составляет за месяц 30 тысяч рублей В данной ситуации Мы предложили ей За поездку 30 тысяч за две недели На что няня С адекватным согласилась Да Она сказала Что я поеду Я буду смотреть Ей объяснили ее обязанности О том Что она должна понимать Куда она едет И какие именно На нее возлагаются функции Да, но мы договаривались Что мне будет один день Я прошу прощения Теперь слово предоставили мне Это человек Который с педагогическим образованием Даже не может разговаривать И выслушать своего оппонента Я выслушаю Вот будьте любезны Далее Ваша честь Пока был необходимый Продолжался полет Каковы были замечания Да, действительно Мы взяли билет в эконом-класс Здесь были два нюанса Еще раз объясню Потому что бизнес-класс был забит И очень было жарко Очень жарко В эконом-классе было два пассажира Мой муж подошел к няне Одел ей наушники Предложил одеть наушники И посмотреть фильм Значит, я, конечно, не верю Что бизнес-класс был забит А эконом-класс был свободен Это неправда Но, Ваша честь Мы могли вместе с нами Продехать в эконом-классе Но вы можете продолжать Да, Даля, Ваша честь Когда я сделала няне замечание Дело в том, что коляска с Машенькой Стояла на пароходе И вот она, знаете, так вот небрежно Вот ногой делала такие движения Не так что было Укачивая Машеньку Почему мы подошли к ребенку? Мы бы не подходили, конечно Естественно, няня есть няня Которая выполняет функции Выполняет определенные обязанности Просто Маша в самолете Начала до такой степени Плакать и кричать Естественно, муж стал подошел То есть за 10 часов Просто подойти к ребенку Пообщаться Так, я вас прошу Стойте и молчите Просто подойти к ребенку Пообщаться У вас не возникло, да? Ваша честь, почему? Желание всегда возникает Мы ехали на отдых Я прошу вас Замолчать, иначе я вас оштрафую Мы не оставили ребенка Ни с бабушкой Мы целенаправленно взяли няню Объяснили ей свои обязанности И заметьте, Ваша честь Еще такой вот небольшой инцидент Мы предложили ей 30 тысяч за 2 недели Далее, Ваша честь Когда мы прилетели во Вьетнам Здесь все и началось Нас поселили действительно в разные номера Здесь была претензия со стороны няни Почему у нас разная дверь То есть вход в один номер у нас один вход Там другой вход Да, действительно, мы это ей говорили У меня такое ощущение У меня такое ощущение, что мы с вами разговариваем на разных языках Хорошо Я вам вас спрашиваю Какие у вас претензии к няне И пытаюсь выяснить у вас Почему вы не заплатили 30 тысяч Я вам объясню дальше То есть это мера дисциплинарного наказания Воздействия А вы мне рассказываете про то, что вам предоставили не те номера Хорошо, Ваша честь Я вам дальше объясню И рассказываете вход, выход, заход Я вам объясню дальше, Ваша честь После того, как няня пошла в первый же день отдыхать с ребенком на пляж Мы пошли с мужем обедать Она без нашего ведома, кстати Да нельзя на пляж с годовалым ребенком пускать было няню Извините Понимаете? Я вам давал разве слово Ваша честь, никто Еще слово и удалю Нас не поставили даже в известность Дело в том, что пускать О чем? О том, что няня пошла с ребенком на пляж И ребенок получил там ожоги солнечные У нас в ней даже имеется чек непосредственно Мы обращались во Вьетнаме Нам предъявили счет Давайте На русском языке? Нет На английском Тогда не нужна мне эта бумага Оставьте ее себе Я принимаю в качестве доказательств только документы на русском языке Мы с вами в России Прежде чем полететь отдыхать во Вьетнам Дело в том, что нашей няне даже нечего было одеть Это первый вариант И она вместе со мной прошла по магазинам Вот, пожалуйста, чек на русском языке Где описана вся ее одежда, которую мы покупали На 15 тысяч рублей Это первый аргумент Ну и что? А есть огромное количество людей, которые нищим подают В метро, я не знаю, там где-то на дороге И что? Нужно подать нищему, а потом вычистить своего работника? Извините, даже в данной ситуации она стоит в кофточке, которую я, как вы говорите, нищим подаю Я также ей подала эту кофточку со своей мамы и сняла ее И сумка, которая с аллигатора стоит, она стоит 2 тысячи евро Она стоит 2 тысячи евро, зачем мне ваша сумка? Она не исполняла свои обязанности, как няне Мелочные вы какие? Ребенок мой, после того, как наорался Наживайтесь и по Вьетнамам разъезжайте Мне ваши Вьетнамы Так, вестец, я штрафую вас на одну тысячу рублей Я трижды предупреждал вас Хорошо Если еще раз будете вести таким образом и нарушать порядок, удалю Окончательно удалю и буду решать ваш вопрос, ваше отсутствие Хотите? Нет Я тоже думаю, что это правильно Дальше, Ваша честь, после того, как мы пришли в номер, то ребенок орал благим криком там Собрался весь персонал Конечно, мамы нет, он орал Извините, это вас существует няня, которой мы платили деньги за то, чтобы нас за ребенком ухаживало Я с ребенком сидела 8 месяцев, у меня ребенок ничем не болел После того, как ребенок наорался То есть вы хотели бы, чтобы няня была вместо мамы? Нет, я не хотела, так няня должна исполнять свои обязанности, как няня В конце концов, просто по обычному договору Она его просто всего лишь навсего не исполнила И почему должна я оплачивать денежные средства? Так, скажите мне, пожалуйста А по договору няня должна кормить, мыть Да Правильно? Да Что еще делать? В 6 часов вечера уходить, а я круглосуточную Так, я не задавал вам вопрос Простите, Ваша честь Итак, кормить, мыть, что еще? Кормить, мыть, смотреть за ребенком непосредственно, вносить элементарные принципы обучения, то есть развивающиеся игры, естественно Так, кормила? Укладывать спать Но если бы она добросовестно к ним относила, то мой ребенок бы не попал в больницу Я предупреждал вас, что вы должны доказать то, что ваш работник нарушал законодательство, нарушал свои обязанности Работник поехал без договора во Вьетнам, если вы говорите, то во Вьетнам этот договор недействительный, она поехала по собственному желанию Суд удаляется для принятия решения Прошу всех встать Договор имеется В одностороннем порядке закон запрещает отказываться от обязательств Истец доказала, что исполняла свои обязанности Вы не сумели доказать, что недобросовестно истец исполнял свои обязанности Поэтому оснований для отказа в удовлетворении исковых требований суд не находит Поэтому взыскивается вас 30 тысяч рублей В пользу ССА Решение суда Иск удовлетворить